МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 вечера подробностей, 9 ток-шоу «Чёрное зеркало». Таков наш традиционный план на пятничный информационный вечер. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Кровавая драма в Стокгольме. На пешеходной улице грузовик влетел в толпу. Есть жертвы. Ракетный ход Трампа. США нанесли авиаудар по военной базе в Сирии. Как это повлияет на мировую политику? Приговор в закрытом режиме. Какое наказание определят обвиняемым в зверствах торнадовцам? Начинаем с очередного теракта в Европе. В центре Стокгольма грузовой автомобиль въехал в толпу людей. По разным данным, погибли от 3 до 5 человек. Точную цифру до сих пор уточняют. Информация о пострадавших украинцах в отечественный МИД пока не поступала. Очевидцы рассказывают, в районе происшествия слышали стрельбу. Кто стоит за нападением, пока тоже неизвестно. Похожий сценарий с грузовиком уже использовался. В Лондоне, Берлине и Ницце. О теракте в Швеции. Наш следующий сюжет. Эти первые кадры паники сняли очевидцы из окна дома. Реакция за кадром подтверждает, случилось что-то страшное. Люди напуганы. Что-то случилось. Что случилось, станет понятно за считанные минуты. Соцсети взорвут вот эти фотографии. Грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма. Прямо на пешеходной улице Дроднингаттан. Возле торгового центра. Мы как раз стояли на светофоре. Услышали крики. Затем увидели грузовик. Он ехал приблизительно со скоростью 50-60 км в час. И протранил сначала на пути декоративные скульптуры и фонари. Потом на улицу выбежали много людей. Затем он пересек пешеходные переходы. Въехал в универмаг. В районе происшествий якобы слышали несколько выстрелов. Но эти слова очевидцев полиция пока не подтверждает. Место трагедии правоохранители оцепили по всему периметру. Некоторые из полицейских в противогазах и масках. Почему именно такие меры не уточняют. Всех людей с центральной железнодорожной станции в срочном порядке эвакуируют. Работу метро тоже приостанавливают. Через СМИ полиция просит по возможности не выходить на улицы. И держаться как можно дальше от центра столицы. Правоохранители с выводами пока не спешат. Кто стоит за нападением еще выясняют. Шведские СМИ сообщают. Двух подозреваемых уже задержали. Но в полиции заявление прессы опровергли. По словам очевидцев, из машины сразу после наезда выбежали три человека. Они якобы и открыли огонь по полицейским. Машину по предварительным данным угнали. Информация такая, что кто-то украл грузовик, который был припаркован возле ресторана в центре Стокгольма. Где очень много людей в пятницу вечером. Вернее, в пятницу днем. В местное время было около трех часов дня. И шведы, они могут просто оставить ключи в автомобиле и пойти по своим делам разгружать грузовик, например. У них нет такого, что надо закрыть. Все, поэтому это было очень легко сделать. О том, что нападение – это теракт, заявил премьер-министр Стефан Левен. Нападение имеет все признаки теракта. Правительство следит за всем и будет сообщать информацию. Мы также призываем людей быть бдительными и следить за объявлениями полиции. Нападение в Швеции похоже на предыдущие теракты. Грузовик для атаки использовали в прошлом году в Ницце и Берлине. И буквально две недели назад в Лондоне. Автомобиль протаранил людей на Вестминстерском мосту. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Теперь о главной новости дня, без преувеличения потрясший весь мир. Этой ночью Соединенные Штаты атаковали аэродром Шайрат в сирийской провинции Хомс. Откуда, по данным Пентагона, была совершена недавняя страшная атака с применением химического оружия. Крылатые ракеты выпустили с двух американских эсминцев, предупредив партнеров по НАТО, но действуя при этом самостоятельно. О ситуации из первых уст сообщат наши корреспонденты в Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке и в Европе. Начнем мы с Вашингтона. Там находится мой коллега Дмитрий Анопченко. Он с нами на связи. Дима, приветствую. Скажи, что в Штатах говорят? Как комментируют такое неожиданное решение Трампа? Леш, ну на самом деле комментируют даже не столько вот эти обстрелы, о которых сегодня говорит весь мир, сколько комментируют то, как сильно буквально на глазах изменилась американская политика, изменилось мнение Трампа и в принципе изменились политические расклады по всему миру. Я поясню, что имею в виду. Буквально два дня назад я делал сюжет для подробностей. И вот тогда я рассказывал 75 дней Трампу, 75 дней при власти, 75 дней в Белом доме. Выступая перед профсоюзами, он сказал, я не намерен быть президентом всего мира, я всего лишь президент Америки. Очень четко намекая, и говорил он об этом в ходе избирательной кампании, и позже уже став президентом, что Америка будет на первом месте, что Америка не будет вмешиваться в то, что происходит в других странах. И вот сейчас это очень неожиданное решение. Давайте сейчас увидим кадры, которые я сегодня утром получил в пресс-службе Пентагона. С нами коллеги поделились кадрами обстрелов. Обстрелы с американских военных кораблей, свыше 60 крылатых ракет, томагавки, которые были направлены на сирийскую военную базу, точечные удары, удары, в результате которых по разным данным от 6 до 10 человек пострадали, в результате которых были уничтожены порядка 10, тоже пока что нет точной цифры МИГов, которые принадлежали сирийской армии. Это на минуточку десятая часть всех тех самолетов, которые есть сейчас у Башара Асада. Это решение принял лично Дональд Трамп. Военные сегодня ночью признали, что они предложили президенту три варианта реагирования на ситуацию с химическим оружием, его использование в Сирии. И лично Дональд Трамп принял решение и отдал приказ начать бомбардировки. В Пентагоне сегодня ночью пояснили, почему именно такое решение было принято. Тут важный момент, просто хочу, Леша, с тобой и со зрителями поделиться. Дело в том, что, во-первых, очень важно для американской стороны было не поставить под угрозу военных. И таким образом обстрел производился не с самолетов, не с использованием авиации, а именно с военных кораблей. Ну а с другой стороны, томагавки, они не как обычные ракеты, вот они не летят по линейной траектории, они меняют траекторию в ходе полета. И таким образом сбить их невозможно. Достаточно неожиданное решение от Дональда Трампа, я чуть позже скажу. Дело в том, что даже ключевые политики о нем не знали. Но Дональд Трамп сказал, что принял его, потому что не мог иначе, и потому что это в жизни на важных интересах для Соединенных Штатов. Жизненными интересами Соединенных Штатов является предотвращение и сдерживание распространения и использование смертоносного химического оружия. Нет сомнений, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства. Все недавние попытки изменить поведение Асада потерпели драматическую неудачу. И тут важно просто отметить, а как все это происходило. Дело в том, что при прошлой администрации, при Обаме, было принято долго советоваться проводить консультации с партнерами и по НАТО, и с ключевыми партнерами, с Берлином, с Лондоном. Было принято буквально каждый чих согласовывать на Совете Безопасности ООН. Трамп сейчас поступил абсолютно по-другому. И это очень важный момент, такой сигнал и для всего мира, и для Северной Кореи в первую очередь. Трамп принял решение самостоятельно. Многие ключевые политики, в том числе ключевые конгрессмены, до начала бомбардировок даже не знали о том, что они будут. Они признавались уже позже, в том числе сенаторы, от которых очень много зависит, что уже только после бомбардировок, когда они все увидели по телевидению, им звонили из Совета национальной безопасности и обороны. Звонки были в европейские столицы, звонки из Белого дома, звонки с предупреждением, что бомбардировки будут. Единственное, куда не позвонили, не позвонили в Москву. Это очень четкий и очень важный сигнал, что с Путиным никто не связывался. И вот первые минут 30-40, когда стало об этом известно, американская пресса гадала на CNN, на NBC, на Fox News, все обсуждали, ну а не случится ли так, что если русские не знали, то пострадал кто-то из российских военных, это приведет к невероятному обострению, к военному конфликту. Позже стало известно, что да, Белый дом не звонил, это было принципиальное решение, но Пентагон обязан в случае каких-либо действий в Сирии или в Ираке уведомлять американское военное ведомство, и американское военное ведомство обязано уведомлять Пентагон. Вот такое достаточно серьезное решение Трампа, и сказать, что сегодня Америка проснулась другой, конечно, будет преувеличением, но то, что обитатели Белого дома проснулись в другом настроении, совершенно с другими месседжами, и то, что Тилерсон поедет в Москву с абсолютно другими месседжами, это уже понятно. Спасибо, Дима, за работу. Дмитрий Анопченко был с нами на прямой связи из Вашингтона. Нет в мире государства, где бы так или иначе не отреагировали на действия США. Высказались многие мировые лидеры, военные, дипломаты. Оксана Кундеренко собирала комментарии в своем материале, она сейчас с нами на прямой связи из Лондона. Оксана, приветствую, скажи, как оценили в Европе и других странах поступок президента Соединенных Штатов? Добрый вечер. Думаю, не очень. Мировая реакция на американский удар последовала незамедлительно. Учитывая время, отреагировали сначала те, кто первыми проснулись. Австралия, Япония, союзники США, естественно, поддержали американцев. А вот реакция Китая не так однозначна. Знаете, Китай всегда был против использования силы как инструмента международных отношений. И мы призываем к диалогу, чтобы мирно решать проблемы. Мы очень обеспокоены развитием событий в Сирии, но склонны к политическому решению вопроса. Ну и ожидаемо Россия резко осудила американский шаг. В Москве, как обычно, своя версия происходящего. Мол, США задолго до химатаки готовили удар. Утверждают, что половина ракет до цели не долетела. Авиабаза пострадала не сильно, самолеты на месте. Звучат обвинения, что среди жертв гражданские, в том числе четверо детей. Заявления дипломатов звучали далеко не дипломатически. Конечно, это акт адресии, абсолютно под надуманным предлогом. И напоминает, конечно, всю ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания, со своими некоторыми союзниками, вторглись в Ирак без согласия с этой безопасностью. Будет решение нарушения международного права. Похожими словами охарактеризовал происходящий Владимир Путин устами своего пресс-секретаря Пескова. И добавил, что и без того натянутые отношения с Вашингтоном испорчены. Россия выходит из соглашения с Соединенными Штатами о координации действий авиации в Сирии. Еще укрепит сирийскую систему ПРО. На следующей неделе в Москве ожидают госсекретаря США Тилерсона. И вряд ли встречать будут с распростертыми объятиями. Соединенные Штаты Америки не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход. Он лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности. Добавлю только то, что некоторые депутаты Госдумы России даже заговорили о ядерном конфликте. А вот реакция Европы и международных организаций кардинально отличалась от российской. Здесь, в Великобритании, сообщили, что американцы консультировались с Лондоном перед последним ударом. Держали в курсе и премьера, и министра обороны во время всех этапов операции. Мы всецело поддержали этот удар. С американским правительством находились на связи последние несколько дней во время подготовки. Американцы пришли к выводу, что все дипломатичные мирные способы общения с режимом Асада исчерпаны и пошли на решительный шаг, чтобы избежать последующих химических атак. Франция тоже была в курсе происходящего и тоже приняла сторону США. Я считаю эту операцию адекватным ответом, который сейчас стоит закрепить на уровне ООН. По возможности необходимо сохранить санкции против Башара Асада и не допустить использования им химоружия против собственного народа. Слова поддержки выразили многие европейские страны. Не осталось стороне Германия. Ангела Меркель обсудила проблему с коллегами из Франции и Италии. Действия США оправданы, если брать во внимание уровень военных преступлений, страдания людей и блокаду в совбезе ООН. Хотя не следует опускать руки. Необходимо пытаться найти политическое решение на переговорах. Вся ответственность за происходящее лежит на Башаре Асаде. Это сказала и Меркель, и повторил генсек, НАТО, Столтенберг. Лидеры Евросоюза незамедлительно написали в Твиттере о необходимости покончить со зверствами диктатора. Более формальное заявление прозвучало для прессы. Есть огромная разница между бомбардировками военных баз и использованием химического оружия против мирных людей. Мы все же считаем, что в Сирии должны произойти изменения на политическом уровне. Президент Еврокомиссии Юнкер будет всячески этому содействовать. И только ООН пока не готова комментировать происходящее. Там повторяют мантру о недопустимости использования запретного химического оружия. Но как с этим бороться, рецепта не дают. События прошлой ночи – это военные решения, военная стратегия. Мы же, как гуманитарий, не можем давать произошедшему оценку. В Сирии постоянные авиаудары, там идет война. А наша задача – оказывать помощь простым людям. То есть мнения в мире разделились. Очевидно, что союзники американцев всецело поддерживают действия Трампа. А близкие к России страны верят легенде, что никакого химоружия у сирийцев нет. Но многие не ожидали такой молниеносной, такой резкой реакции США. Открытым остается вопрос, была ли это одноразовая акция, или речь идет о начале полноценной военной операции против сирийских властей. Киев. А вот на что это было похоже, прямо сейчас нам расскажет Сергей Услендер. Тебе, Оксана, спасибо за работу. Из Лондона с нами на связи была Оксана Кундеренко. Итак, с нами на связь выходит Сергей Услендер, наш сапкор на Ближнем Востоке. Вот у него спросим, что же непосредственно произошло сегодня ночью в Сирии, и как на резкий выпад США отреагировали в Дамаске и других странах региона. Сергей, я тебя приветствую. Мы ждем от тебя все подробности. Добрый вечер, Алексей. Удар был нанесен ночью. 59 ракет «Тамагавк», выпущенных американскими эсминцами из Средиземного моря, поразили аэродром «Шатрит» в Сирии, откуда, по данным американской разведки, взлетали самолеты, накануне бомбившие провинцию Идлиб с применением химического оружия. Пока нет точных данных, реагировали ли на налет сирийское или российское ПВО. По официальным сирийским данным, на базе уничтожены 15 боевых самолетов. Российские источники говорят о шести. Данные о погибших также сильно отличаются в разных источниках. По одним данным, среди погибших есть гражданские лица, по другим только военные. Российские же источники говорят о крайне низкой эффективности этого налета. Половина ракет, по утверждениям россиян, вообще не попала в цель. Но проверить эти утверждения, к сожалению, пока не представляется возможным. Доступ на базу имеют только российские и сирийские журналисты. Командование сирийской армии по поводу налета выступило с громким заявлением. Командование вооруженных сильно стаивает на том, что это агрессия, которая противоречит всем международным законам и конвенциям. Она направлена на то, чтобы слизить способность сирийской армией вести борьбу с терроризмом. Наш ответ будет самым решительным. Мы продолжим выполнять свои обязанности защищать сирийский народ, бороться с терроризмом. Своё отношение к американскому удару по Сирии высказали уже многие государства. Израиль был одним из первых. Ещё сегодня утром Бениамин Нетаньягу, премьер-министр, выступил со специальным заявлением, в котором сказал, что Израиль поддерживает решение президента США. Примерно в таком же духе высказались и другие израильские политики. Например, министр по делам разведки Исраиль Кад заявил, что это логичная реакция великой державы на пересечение красных линий жестоким диктатором. Глава парламентской оппозиции Схак Герцог назвал Асада дамасским мясником, а президент Ривлин заявил, что это соразмерная реакция на невероятную жестокость. Примерно так же отреагировали на американский налёт и главы других ближневосточных государств, например, Турции. Мы рассматриваем это как позитивный и конкретный шаг против военных преступлений режима Асада, совершенных с применением химического и обычного оружия. Но достаточно ли этого? Нет, я считаю, совершенно недостаточно. По всему Ближнему Востоку сирийские беженцы выражают свою поддержку действиям американцев. Около пяти миллионов сирийцев сейчас живут за пределами своей страны. Скрываясь от ужасов гражданской войны, они находятся в Ливане, в Иордании, в Турции и в других государствах. Что касается ответа США, он, по-моему, не соответствует серьёзности события. Но это всё же лучше, чем ничего. В каком-то смысле Трамп сейчас исправляет ошибки президента Обамы. Такой ответ должен был последовать ещё шесть лет назад. Он опоздал, но для сирийцев это лучше, чем ничего. Башар Асад, как маленький ребёнок, им все манипулируют. Как он мог атаковать детей химическим оружием? Эта бомбёжка должна быть направлена против него, против его дворца, а не против какой-то авиабазы. Сейчас многочисленные эксперты спорят, что же это было, чем же был американский удар наказанием или попыткой уничтожить военную инфраструктуру. Так вот, многие из них полагают, что это было предупреждение. В американской внешней политике есть такое выражение «sending message», то есть отправить некое послание, вот сегодня ночью Дамаск такое послание от Белого дома получил. Алексей? Громкое вышло послание, нужно отметить спасибо Сергею Сергею Слендер, наш специальный корреспондент на Ближнем Востоке, общался со студией подробностей. В эти минуты по инициативе России все 15 членов Совбезоон проводят экстренное заседание в Нью-Йорке и обсуждают ракетный удар США по сирийской авиабазе. Встреча проходит в открытом режиме, мы внимательно следим за ее ходом. Украина поддерживает действия Соединенных Штатов в Сирии. Как подчеркнули в нашем МИДе, использование химического оружия против мирного населения является военным преступлением и виновные должны быть привлечены к ответственности. Это была реакция МИДа, а вот в парламенте сегодня ситуацию в Сирии не обсуждали. Но уйти от темы депутатам не удастся, уже скоро поговорим об этом и многом другом в черном зеркале. А вот в Раде снова говорили о безвизовом режиме. Глава МИДа объяснил, что он будет работать для 30 стран Европы. И заметил, с сегодняшнего дня на границе с ЕС усилен контроль. О чем еще спрашивали министры во время традиционного часа вопросов к правительству, расскажут наши корреспонденты. Деятельность Назагентства по предотвращению коррупции опять в центре внимания нардепов. Министр юстиции говорит, нашел способ все уладить, уволить всех членов НПК. Но по закону они независимы, и это не так просто сделать. Поэтому предлагает немедленно изменить законодательство. Мы предлагаем перезапустить конкурс, признать, соответственно, нового руководителя и упоминания в данный орган. Мы предлагаем, чтобы был введен внешний аудит за деятельностью НЗК. Конфликт международным фронтом, который представляет министр Петренко и НАПК, длится уже несколько недель. Желание избавиться от руководителя агентства Натальи Корчак фронтовики не скрывают. Видимо, есть декларация главы Минюста и его однопартийцев, то, что может заинтересовать НАПК. Но не антикоррупция единой. Внешне независимый аудит нужен и нафтогазу, утверждают депутаты. Дмитрий Добродомов уже готовит соответствующее постановление. Другие нардепы идею аудита нафтогаза поддерживают. Я за то, чтобы мы проводили аудиты всех государственных предприятий. Как раз чиновники, работающие на государственных предприятиях, они в большей мере занимаются коррупцией. Когда НАПК нафтогаз выкупировал Укргазводобувание, принаймні, выкупировал до последнего по 1,5 тысячи гривен за тысячу кубичных метров газу, а потом этот газ чему-то перетворился в 6,8 тысяч, а в свой час навіть в 7,2 тысяч для населення, я думаю, что это и есть ответ на вопрос, что этот аудит безусловно нужен. В основном выкупирование – это 42, приблизно, долара за тысячу кубичных метров. Продажная цена – приблизно 280. Есть большое вопрос, как эффективно этот газ добывается, и если он не пропадет для государства, а не ростут доходы каких-то конкретных предприятий. В суммарности можно говорить приблизно про сумнительную цифру в 80, приблизно, долара, которую нужно, власне, проверить, и это может сделать самая независимая аудитория. Не мешало бы проверить и остановить торговлю с Россией, говорят депутаты. В частности, перестать закупать у страны агрессора удобрения, ведь украинские предприятия простаивают. На жаль, уже начинаем стыкаться с проблемами в суммежных галузях. Я, например, от сегодня с трибуны Верховной Ради, сегодня был зачитан мой запит с приводу невиплаты заработной платы РЕМАМ Черкасского, Смелянского и Каменского районов, через то, что азот заборговал большую сумму денег перед Черкасским обленерном, а в свою очередь у этого азота украинская влада на превеликий жаль по сегодняшний день не дает работать, закупляючи аналогичные виды продукции в России. Надо купить у собственных торговли, независимо от формы властности, потому что податки идут в государство. Надо заборонить экспорт российской продукции, в данном случае химический добрый из России, зная, что у нас есть еще несколько предприятий, которые эти добрые выработают. У нас в Черкасах есть величайшее предприятие азота, оно, конечно, уже не так большое, как было еще несколько лет назад, но еще 4,5 тысячи людей там працюют, и помножить на три, столько членов родины, как минимум. У оппозиционеров свои требования. На жаль, независимо от того, что наши законы были в порядке в Деннему, стоимость поддержки, в частности, переселенцев, черга не дошла, и мы будем наполягать, чтобы законы, которые стоят, прежде всего, безкоштового годования детей, переселенцев в школах, поддержки их по коммунальных услугам, уменьшение выплат, чтобы они были в первую очередь рассмотрены следующего тижня. Обсуждали под куполом и вопрос приватизации. Премьер заявил, к работе фонда госимущества у него есть вопросы. Я не задоволен работой фонда государственного майна Украины. Я считаю, что за последний год они ничего не сделали для того, чтобы эффективно распространить процесс приватизации в Украине. А я еще раз наголошу, продажу государственного майна, который неэффективно управляется государством, и который является коррупционной годовницей, в том числе для призначенцев на эти предприятия. Гроссвен предложил нардепам вместе разработать изменения в закон о приватизации, что позволит начать масштабный процесс привлечения инвестиций в экономику. Анна Каменева, Александр Васильченко, Геннадий Аникенко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Сам же глава фонда госимущества собрался в отставку. Бывший инвестиционный банкир и экс-управлениц Ренессанс Капитал пробыл в должности почти два года. За время своей работы он неоднократно анонсировал приватизацию Одесского припортового завода и Обленерго, однако ВОЗ и ныне там. В администрации президента информацию об увольнении уже подтвердили. Говорят, что Игорь Белоус давно хотел освободить должность, и произойдет это еще до конца этого месяца. А вот атака на главу нас агентства по противодействию коррупции пока провалилась. Агентство сегодня голосовало за отставку Натальи Корчак, но голосов не хватило. Эксперты же уверяют, голосов не хватило у политиков, которые ведут закулисные игры. Конкретно Народному фронту, который год назад лоббировал ее на этот пост, сейчас не удается уговорить партнеров из других политсил заменить ставшую им неугодной главу на ПК. Вот о каких схемах нам рассказали политологи. Инициатором вот этого скандала вокруг НАЗК и вокруг персонально Корчак был Народный фронт. Так, поэтому мне кажется, что Народный фронт просто не сумел убедить и партнеров по коалиции БПП, и другие политические силы проголосовать за отставку Корчака. В целом не так все будет просто, потому что это прецедент. Так, вдруг не понравится новый глава НАЗК, его тоже будут увольнять. И в этом видят тоже такой политический наезд на независимые антикоррупционные органы. Сначала там НАЗК, потом национально антикоррупционное бюро. В данном случае это есть и вмешательство. Если важно перечитать закон, например, регулирование, извольнение членов НАЗК, то вы издумыванием найдете, что неможливо извольнити жодного члена этого НАЗК, например, за неналежное выполнение своих обязанностей. Это регулируется пятой статей этого закону. Далее начинается чиновничий пинг-понг. Петренко, который фактически является квотой Народного фронта, который у нас в посаду министра юстиции, играет в пинг-понг с Корчак. Вы что-то там не выполнили, а я не выполнила. А давайте будем извольняться, а попробуйте. Такое, знаете, затягивание часу и фактически дискредитация вообще этого механизма декларирования статков наших посадовцев. Сегодня такое себе НАЗК существует между собой чуть два на два. Две группы влияния, которые в основном его формировали, Народный фронт БВП и группы влияния внутри этих структур, фактически сошлись в клин и не могут решить этот вопрос. Главная цель этого всего – дискредитация и разрушение системы электронного декларирования, которая очень много кому не нравится. Вся шумиха вокруг НАЗК – это попытка уничтожить систему электронного декларирования. Продавать землю или нет – решать украинскому народу. Сразу несколько полицил выступили за проведение всеукраинского референдума по этому вопросу и пообещали развернуть работу по всей Украине. Объединиться с ассоциациями фермеров и аграриев, которые, по словам политиков, понимают, чем грозит украинскому народу продажа сельскохозяйственных земель. Партия «Батьковщина» начинает всю процедуру разом с украинским суспільством подготовки до проведения референдума за народной инициативой. Мы объединяемся с теми частицами суспільства, которые, на счастье, еще не промили низки. И они понимают, что продать сельскохозяйственную землю – это практически уничтожить, ликвидировать свое будущее. Украину продали всего за 1 миллиард долларов, причем кредита. Парламент должен сказать свое слово и отменить этот позорный меморандум, который в тайне правительство подписало с МВФ. Продажа земли, манипуляции с пенсионным возрастом и пенсионным стажем, уменьшение количества получателей субсидий. Надо иметь силу и мужество развивать свою экономику и отказываться от кредитов на унизительных условиях. Популісти и радикали будут рассказывать ситуацию в политике саме через этот законопроект. Заламывая руки и поднимая галаз, что остальное народное добро продают, что людей хотят избавить остального счастья и так далее. Я думаю, что так оно и будет в ближнем времени. Надеюсь, что уряд это витримает и доведет вопрос до конца. В этих условиях, когда страна находится на 136-м месте за уровнем коррупции среди всех стран страны, не допустимо снимать мораторию на продажу земли. Иначе будет то же самое, что произошло с приватизационными сертификатами, с приватизацией и крадежкой почти 5 тысяч украинских фабрик и заводов, что изруйнувало экономику страны. 1 травня мы проводим неимоверный митинг, демонстрацию на Хрещатику. И там же мы начнем процедуру иниціювания референдума, где каждый украинский гражданин должен сказать, что он за продаж земли в руки иноземных крупных компаний и их вассалов, тут украинских олігархов, или против такого продажа. Эта голубая коалиция, Международный валютный фонд, это закордонная банда, должна почути голос украинского гражданина. Суд над торнадовцами, длившийся больше года, подошел к завершению. Сегодня коллегия судей Аболонского районного суда начала оглашать приговор 12 бывшим бойцам роты МВД торнадо. Спецназначенцев обвиняют в ряде тяжких преступлений, таких как пытки, насилие, похищение, убийство. И хотя весь процесс был закрытым из-за деталей страшных преступлений, приговор суд оглашает открыто, а это 200 страниц текста. Успеют ли судьи зачитать вердикт? Сегодня мы узнаем у Ирины Баглай. Она сейчас находится возле здания суда. Ира, тебя приветствую. Скажи, не прозвучал ли уже приговор? Алексей, заседание по оглашению приговоров торнадовцам продолжается. По последней информации от обвинения, торнадовцев признали виновными по 15 эпизодам. И в ближайшее время суд перейдет к публичной части оглашения приговора. Сейчас объявили технический перерыв. С утра, согласно закону, в зал заседания допустили прессу, поскольку на закрытых судебных процессах приговор оглашают открыто. Но из-за содержащейся в деле информации о деталях преступлений сексуального характера, заседание перевели в режим закрытый. А журналистов и родственников обвиняемых попросили удалиться. Нужно отметить вступительную часть. Несмотря на то, что нас допустили в зал, никто практически не мог расслышать по техническим причинам. Зал заседаний не оборудован необходимой для этого техникой. Но нам пообещали, что этот недочет устранят. Дело о преступлениях бывших бойцов роты – это 86 томов. Сам же приговор, как нам стало известно, изложен на 200 страницах. И уже 10-й час судьи зачитывают приговор. Напомню, что бывших бойцов спецроты МВД «Торнадо» обвиняют в ряде тяжелых преступлений. Это похищение, пытки, сексуальное насилие. Военной прокуратурой были собраны доказательства о том, что «Торнадовцы» насильно удерживали жителей Луганской области в подвале Лисичанской школы. Его превратили в пыточную. Но сами обвиняемые свою вину не признают. Ее частично признал только один из бойцов – Шевченко. И ранее был отпущен судом под домашний арест. Что касается приговора, то военная прокуратура просит для обвиняемых от 8 до 15 лет лишения свободы. И для частично признавшего вину срок – 3 года условно. Но он не будет справедливым. Но не будет в этом суде справедливым приговор. Конечно, будет апелляция. Это однозначно. Никто не признает нас вины вобще. И уже после обеда 11 из 12 обвиняемых отказались слушать приговор и попросили доставить их в СИЗО. Изначально с утра они были не настроены слушать. Во время оглашения приговора выкрикивали, провоцировали журналистов, так сказать, на диалог, даже пританцовывали. А вот на предыдущих закрытых заседаниях забрасывали прокуроров и судей фекалиями. Сегодня они объяснили, что таким образом просто хотели привлечь к себе внимание прессы. Заседание проходило в режиме усиленных мер безопасности. Здание суда было оцеплено. Так на территорию рядом можно было попасть только под документом. Под усиленной охраной доставили в суд и самих обвиняемых. Не все, но все-таки все обошлось без стычек, достаточно спокойно. Под стены суда поддержать торнадовцев пришли не более 10 человек. И вот в данный момент, скорее всего, что приговор уже начали зачитывать публично. Алексей. Спасибо, Ира, за работу. Ирина Баглай была с нами на связи из-под Оболонского, раз сюда столицы. Там оглашают приговор бывшим бойцам батальона «Торнадо». В Генеральной прокуратуре Украины возмущены решением апелляционного суда отпустить из-под стражи экс-беркутовца Виталия Гончаренко, виновного в расстрелах на Майдане. У судей же ответ один. Решение обжалованию не подлежит. Прокуроры предполагают, что обвиняемого отпустят из Лукьяновского СИЗО в ближайшие дни. Однако спускать дело на тормозах в Генпрокуратуре не собираются. А спаривать решения будут в Высшем Совете Правосудия, заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. «Суд знову ж змінив запобіжний захід. І, на мою думку, це явно незаконне рішення, яке не можна ніяким чином пояснити. Тому що і тяжкість злочин, ви можете собі уявити, що особа звинувачується у чиненні понад 33 замахів на вбивство. Ми будемо писати скаргу на дії судді і, можливо, розглядати це під кутом саме реєстрації кримінального провадження. Я, в тому числі, буду звертатися і до ЗМІ. Наші скарги часто просто губляться. По словам Горбатюка, суддя Олег Присяжнюк, который і принял рішення, оставлял під стражей личності і з мене тяжкими обвиненнями. Для Гончаренко же, напомню, суд изменял меру пресечення уже дважды. Марті этого року з домашнього ареста на содержання під стражі. А тепер і вовсе служители Фемиды выпустили його под личное обязательство никуда не исчезати. Продолжим подробності. І вот, що ви узнаєте з 2-й части выпуска. Діло Насірова живет і процветає. СБУ нашла у київських фискалів мільйонні схрони. Мусорні презенти. Львовяне начали приносити садовому то, отчого він не в состояниї очистити город. Боєвики продолжають нарушати режим тишини. І з начала суток совершили вже 17 обстрілів позиції ВСУ. В результате получили ранення двоє наших бойців. Однак, українська сторона огонь в ответ не открывала, сообщає пресс-центр штаба АТО. В районі Авдеєвки ситуація по-прежнему сложна. Бои продолжаются і зараз. На позиціях побували наші корреспонденти. Сьогоднішнє утро под Авдеєвкою віддалось спокійним. Владимир, пользуюсь затишем, йдет проверять кабель полевого телефона. Його перебило во время ночного обстріла. На позиції він едва ли не главний чоловік. Без связи наші опорні пункти остануться з врагом один на один. До войны Владимир работал редактором на телеканале «Интер». На фронт попал во время мобилизации. Потом остался по контракту. Бывший журналист стал связистом-профессіоналом. Его выдержке можно только позавидовать. Восстанавливает кабель даже под обстрелом. Связь восстановлена. І нашій групі приходиться быстро біжати к ближайшим окопам. Вражеский пулемет заставляє буквально вжиматься в землю. На цих позиціях от пулеметного огня бойців защищаєт высокий бруствер. А вот от обстріла артиллери – нет. Установки систематически бьют із пригорода оккупированного Донецка. Бойцам приходиться едва ли не зарываться в землю. Накроємо её, щоб в случае обстрела спрятаться. Здесь, на самом отдалённом выступе фронта, украинские военные о перемирії могут только мечтать. Особенно, когда в небе появляется вот такой предвестник артобстрела. Чей не говорили? Не говорили чей. Это енот передал всё. Белые концовки крыльев. Даже в редкие минуты тишины Игорь не снимает каску. Говорит, дважды спасала ему жизнь. Сам из Черкас. В 2014-м тёплый офис владельца фирмы по недвижимости Игорь поменял на эти окопы. Я скажу даже больше, прошу прощения. Я даже был председателем правления клуба черкасских риелторов какое-то время. Наше общение с Игорем прерывает телефонный звонок друга, с которым до войны играл в футбол. Разговаривает недолго. Место для беседы не самое лучшее. С нулевой позиции тут перед нами господа сепары. Со всех сторон буквально. По телефону Игорь пообещал другу, что после победы обязательно сыграют матч в родном городе. Олег Решетняк, Станислав Кухарчук, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Ветераны АТО обвиняют нардепов от радикальной партии в попытках рейдерства. Речь идет о крупной сети супермаркетов, которую якобы хочет заполучить один из депутатов. Сколько предлагали бойцам, как политики зарабатывают на патриотизме украинцев и на какие деньги Олег Ляшко купил новый дом под Киевом за 15 миллионов гривен. Разбиралась Оксана Григорьева. Патриотическое рейдерство. Ветераны АТО обвинили нардепа от радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалку в использовании бойцов в личных бизнес-интересах. Речь идет о скандале вокруг крупной сети супермаркетов АТБ. Еще с прошлого года народный депутат активно с трибуны парламента заявляет о том, что владельцы сети якобы финансируют сепаратизм. А возле магазинов проходят вот такие акции. Кровь, свиные головы и перепуганные покупатели. Олег Кровец, ветеран АТО, прошедший Иловайск, был одним из участников подобных акций. Однако вскоре узнал, что все это оказалось только попыткой нардепа прибрать к своим рукам бизнес. Сергей Рыбалко, народный депутат фракции Олега Ляшка, он фактически на третий год войны, он берет своими грязными руками, пытается уничтожить мережу. Хлопцям, бійцям нашим пропонувалися величезні кошти за участь у этих акциях. И разом с тем, деяким добровольчим батальйонам, навіть, пропонувалися відсотки після знищення цієї мережі, після переходу її у власність до других рук. И сегодня в нашей стране рейдерство набуло таких масштабов, что, знаете, Янукович нервно куриць в Торонці. Ранее в интернете появилось интервью еще одного бойца ОТО Михаила Помогайба, который заявил, что за подобные акции депутат платил по 100 тысяч долларов. Обвинение в работе на агрессора, яркие флешмобы и плакаты. Волонтер и активист Гайде Рязаева утверждает, что это не первый подобный случай. Он подкупает людей для всякого рода провокаций. Это одно из шагов именно к рейдерству. Начинается все с дестабилизации определенного человека, определенной компании. То есть делаются эти шаги для того, чтобы народная масса, скажем так, убедилась в том, что нехороший человек, россиянин ведет торговлю с оккупантами. Это первый шаг. Следующие шаги, они путем уже давления. Это своего рода рейдерский заклад. Мы спросили, что Сергей Рыбалко думает об обвинениях в свой адрес. От прямого ответа нардеп уходит. И убеждает, что все, что про него говорят, это давление со стороны властей на его честную персону. Я считаю, что это фейк. И, как я говорю, уже влада работает системно для уничтожения всего, что она видит поруч. Работается все, чтобы люди не работали на предприятиях. Я не выполнил обязанности как народный депутат, а занимался тем, что ходил на допыти. И люди, которые должны заниматься тем, чтобы развивать свои предприятия и сплачивать податки, они тоже будут ходить, на жаль, на допыти. Активисты уверены, подобные схемы не сработали бы без помощи лидера радикалов. Напомним, в начале этого года выяснилось, что главный борец с коррупцией в парламенте, Олег Лешко, приобрел скромный дом площадью 550 квадратов в элитном поселке Козин под Киевом, который оценивают в 15 миллионов гривен. А еще два земельных участка стоимостью 4 миллиона. Кто помог так обогатиться Лешко? Олег Кровец уверен, знает источники финансирования радикальной партии. Сергей Рыбалко просто использует свой депутатский мандат, свой вплив. То, что он финансирует радикальную партию, он это использует в собственных целях. Просто, знаете, он хочет выглядеть крутым решением, который может все сделать. Ветераны и волонтеры АТО требуют от замешанных в этом скандале нардепов немедленно сложить мандаты и извиниться перед бойцами, которых попросту обманули. А генпрокуратура накануне уже провела обыски в офисах фирмы С-Групп, которую связывают с семьей рыбалки. Владельцев компании подозревают в неуплате налогов и краже более чем 110 миллионов гривен. Рейдерство, уклонение от налогов и покупка элитной недвижимости. Все факты теперь предстоит проверить правоохранительным органам. И если они подтвердятся, это может стоить радикалам не только мандатов. Оксана Григорьева, Андрей Кровец. Подробности телеканал Интер. А ветераны МВД угрожают перекрыть дороги по всей Украине. Сделать это обещают уже на следующей неделе, если правительство не пересчитает их пенсии. Сегодня бывшие милиционеры бастовали у стен профильного министерства в столице. По мнению митингующих, вопрос о пересмотре соцвыплат затягивают умышленно. Поддержать ветеранов пришли и нардепы. У нас продолжают дальше водить за низ и Министерство внутренних справ, и Пенсийный фонд, уряд в целом и Верховная Рада, которая не начинает переглядить бюджету. 11 квитня, в втором, мы перекрываем Супруневскую трассу в Полтавской области, в улице Грушевского, в центральной части города Киева, в столице. Так же мы проводим многолюдный митинг, акцию протеста под Кабинетом Министров Украины и под Верховной Радой Украины. Генпрокуратура провела обыски у руководства фискальной службы в Киевской области. Изъяли документы и незадекларированные наличные. Свыше 100 тысяч долларов и 180 тысяч евро. Помещение обыскали на основании дела о попытке незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Прокуратуре уверяют, органы фискальной службы согласовали несанкционированный возврат НДС в размере 100 миллионов гривен. Информации о задержании подозреваемых пока что нет. Досудебное расследование продолжается. Куда девать отходы из Львова? Местные жители придумали новый способ, как избавиться от зловонных куч. Мусор теперь несут в городской совет мэру города Андрею Садовому. А подарки с душком Галина Якушко. Целый пакет отходов для мэра Львова прямо в ратушу занес местный житель. Олег Подолян рассказал, что на улице Юрия Липа, где он живет, выбрасывать мусор просто некуда. Баки переполнены, отходы не вывозят больше недели. Поэтому он и решил принести мусорный пакет из дома местным чиновникам. Приходя в ратушу, мужчину остановила охрана, пускать не захотели и даже вызвали на ряд патрульных. Я не знаю, что в этом кульке, муфлево, один принес какие-то небезопасные предприятия. Я сам держу свой мусор. Я не боюсь, что он сейчас взорвется. Знаешь, тут бутылочка поляник массовой, различные бытовые отходы. С какой метою вы его сюда принесли? С метою спросить, куда мне его отнести. Содержимое пакета все же проверили и пропустили мужчину внутрь. Олег Подолян отнес его на второй этаж. В малом сессионном зале как раз проходило заседание городского исполкома во главе с мэром Львова. Пакет с отходами Подолян оставил в коридоре лично для Андрея Содового. Лично товарищ Андрюшка Содовой поблагодарил. Ну, я его оставил. Мне же не указали, куда ему нести. То есть я сделал что-то незаконное. Люди сказали, неси на площадь один Андрюшки Содового. Я принес и спросил у него в глаза, куда его положить. Он сказал спасибо и ушел. Сам градоначальник сегодня записал очередное видеообращение к горожанам. А в истории с подарком ни слова. Говорил, как всегда, о том, что оказался в мусорной блокаде. Олег Подолян пробыл в мэрии не больше часа. Говорит, если мусор со двора не вывезут, снова придет к садовому. И снова с пакетом. Поступать так же он посоветовал и другим жителям. Может, тогда что-то изменится. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Настоящую травлю устроили моей коллеге, работающей в Ривненской, Волынской и Житомирской областях. Журналисту Инне Белецкой. После материала о несанкционированном блокпосте, который установили старатели на подступах к янтарным месторождениям. Почему освещение бездействия властей стало причиной такой реакции? Подробнее в сюжете. Обвинения посыпались на Инну Белецкую после вот этой публикации в Фейсбуке и материала в программе подробности. Спецкор обнародовала фотографию блокпоста старателей в поселке Клеса в Ривненской области. Блокпост появился в Ривненской области в поселке Клесов. Здесь регулируют проезд к янтарным прииском. Условия впечатляют. Времянка, шлагбаум, украинский флаг. Вот только дежурят здесь не военные, не нацгвардии и даже не полиция. Блокпост обустроили старатели. Теперь в Рожкино, так называемое болото, попасть не может никто. Инна Белецкая открыто написала, что власть на существование таких блокпостов не реагирует. Контроль над нелегальной добычей янтаря утрачен полностью. И тут же последовала реакция. Но не от силовиков, которые должны бороться с подобными вещами. Советник главы обл. администрации, руководитель пресс-службы Ривненской организации партии «Солидарность» Андрей Андрощук обвинил журналистку в провокации, которая на руку российским пропагандистам. И якобы Белецкая выполняет чьи-то задания. За корреспондента Интера вступились интернет-пользователи. В сети разгорелась целая дискуссия. У политика спросили, неужели проблема в том, что журналистка об этом говорит, а не в том, что власть допускает такую ситуацию. Андрощуку предложили выехать лично на блокпост и пообщаться со старателями. Хотели услышать позицию ривненского политика и мы. Но тот комментировать свои обвинения наотрез отказался. Журналист в открытом обращении еще раз повторила. Нужно заниматься проблемой, а не травлей тех, кто вскрывает недостатки. Я лишь висвятлю ту информацию, свідком которой я ее особисто. И как ее используют иноземные пропагандисты, в частности, российские. Я за это не могу нести никакой ответственности. А такие заявки представителей влади, это не иначе, как маніпуляции, которые я воспринимаю как особистые образы. И раджу представникам, местным политикам, заниматься решением проблемы нелегального бурштинового добудка, которая находится в катастрофической ситуации. Но не бороться с журналистами. Свободу слова никто не изменял. После разгоревшегося скандала власти отчитались. Обратили внимание на добытчиков янтаря. Советник губернатора Сергей Менич на своей страничке написал. Блокпоста в Сарнинском районе уже нет. Инна Белецкая публично пригласила Андрощука поехать с ней на блокпост старателей в Клесов и Старое село. Но ответа так и не получила. Наш телеканал будет требовать у Андрея Андрощука публичных извинений. Светлана Шекера, Александр Яновский, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ну что ж, на сегодня с подробностями все. Напоминаю, что наш информационный вечер продолжается. Уже через несколько минут встречаемся в студии политического ток-шоу «Черное зеркало». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова